Девоньки, дорогие одончики золотые, что я хочу вам сказать. Недавно провела исследование своих многострадальных лет и пришла к выводу. Оказывается, мужики-то, сволочи, мне глубоко за 18, а точнее 2,5 раза по 18, а еще не одна сволочь не обратила внимания на меня как мужчина, хотя я очень старалась. Помню, ой, был прекрасный, обнадеживающий день, под волшебной чирикой воробья. Я как всегда стояла на остановке, дышала свежим воздухом и так это слегка напевала. Я такая, блин, такая, раз такая, никакая мадам Бочкина. И бац, смотрю, один объект бросает на меня взгляд вместе со своими лохматыми бровями. Смотрел вот так, как будто на мне микробу рассматривал. Но, несмотря на его подозрительный взгляд, он меня все равно зацепил. Но, думаю, сбылась мечта африканского тунгуса. Он подходит, дышит чуть ли на уху. Извините. Над вами надругался маленький, но очень шустрый воробей. Бабоньки дорогие, девоньки дорогие, одуванчики золотые. У меня в одну секунду мысль о романтическом знакомстве растаяла, как синегорочка. Оказалось, это был вовсе не мужчина, а птичий натуралист, природолюб. А недавно попала случайно на съемочную площадку Люду моря. Мужчин в массовке полно. О, думаю, я удачно сошла. И смотрю так, вдалеке стоят два кавалера. Один стоит, а другой на нем лежит. И вот этот лежачий, он, голова у него была как раз в мою сторону. Я вот так присмотрелась, а он подмаривает мне. Ну, думаю, не каждый день же мне подмаривает. Ну и я стала на него подсматривать. Ну, девоньки, ну не ликвид полный. Ну, полный не ликвид. Но я подумала, у меня-то только память девичья. А годы так ягодки подползают. И тоже стала ему подмаривать. А потом опомнилась, думаю, так можно и проморгать. Бабушка стоит туда-сюда. Моргнешь глазом, глянешь его уже от тетю. Надо действовать. Надо брать теплым. И я прям на них подхожу ближе. Он все моргает, все моргает. А когда ближе подошла, девочки, а это оказался этот макет Ивана Дурака. Мне потом сказали, что он во время съемок с крыши упал, шею сломал, и поэтому глаз моргал. Ну, верите или нет, ну, анекдот отдыхал. Ну, да. Ухохочется и обмочется. Ну, первый раз. Моргнешь мне мужчина, и тот оказался искусственным инвалидом. Ну, девоньки, ну. Ну, что же мне не везет на этих сволочек-то? Ой. А недавно просыпаюсь. Выглянула в окно. Погода пасмурная, как мое настроение. Думаю, ну, что делать, что делать. Поеду на дачу. Ну, и еду вот так, стою в автобусе. Вот в голове ни одной фантазии. Вообще ни одной фантазии. И вдруг чувствую сзади твердый предмет. Я удивилась. Растерялась. Засомневалась. В голове мысли забегали, как берерны шары. Ко мне. Такие чувства. Ну, не могла поверить. Не могла поверить. Я оборачиваюсь. Смотрю, встанет мужчина. И торчит у него между ног. Вот такой черенок. От лопаты. Девоньки, дорогие. Ну, какие же мужики, сволочи. Надоело мне эта жизнь задолбанная. Решила раз и навсегда покончить. Да не напрягайтесь. Не с жизнью. С прошлым. Я вообще перестала стараться. Потому что, ну, никакого толку. И через некоторое время, нежданно-негаданно, какое мне счастье привалило. Я похудела на 150 килограмм. Девоньки. Слегка руки одного подзаборного чарадея. Да. Ну, сами понимаете, что только не почудится в темноте одинокой женщине в развете сил. Обещанного буржа с 20-летним стажем в лохмоте. Приняла за витязи в тигровой шкуре. Когда пришла в себя, то сразу поняла, что я прошла бесплатный курс подвального гипноза. Перенесла страшный токсикоз. Когда привезли в больницу, доктор так и записал. Обессиливший живой труп последствия токсикомании. Я там месяц пролежала, пока не ушел токсикоз вместе с жиром. И девоньки, вы представляете, я, когда меня подняли, поставили, я могла нагнуть голову и осмотреть себя. И когда я себя осмотрела, то мне показалось, что на мне гофрированный мешок из рогожи 70-го размера А доктору так не показалось. Он мудрый был. Он вокруг меня обошел так и говорит, вы прекрасно выглядите. Вы представляете, вы вот с ног до головы вы вся обвешана лабрикенами. Вы знаете, ведь, когда смотришь на лабрикены, то глаз нельзя оторвать. Это такое, такая красота. Это такое творение человеческих рук. Невозможно описать. Девоньки, ну он, в общем, говорил столько всего таких слов, что мне показалось, что я не в мешке гофрировала, а я вообще мисс Вселенной с короной на голове. Он потом еще несколько раз обошел, вокруг меня на память сфотографировал, колтушки свои помял и сказал, чудненько, чудненько, но тело надо приводить в человеческий вид. Девоньки, специалист, работал надо мной, ну просто ювелир. Используя шлифовочную, натяжную, ладильную, трезной метод, сотворил такое чудо, сосед родной не узнал. Раньше сволочек забивал, а недавно встретились, глаза блестят, наговориться со мной не мог. Все мне да, обо мне, мне да, обо мне. Но то, что говорил, девоньки, надо было слушать только глухому, только глухому. Ой, я вижу, вы обменялись квартирами с моей соседкой. Ой, как я этому рад, как я этому рад. Вы не представляете. Между нами, говоря, и видная была сумма. Ну натуральной, толстошкурой, ипопотамой. Ой, настрадался я от нее. Ой, бывало, проходя мимо этого ожиревшего хрюнделя, я сразу становился импотентом. Она своей вот этой привлекательностью, ну просто вышибала меня из строя боеспособных мужчин. Девоньки, дорогие, ну вот насчет боеспособности, он, конечно, загнул. Я ведь так поглядываю, может быть, он, конечно, и стоял в том строю 30 лет назад в армии. А сейчас-то живет один. Там поди достоинство. Давно лишилось боеспособности. А пол сволочь стоял на меня. Я была в бяжестве. Понимаете, у меня появилось одно единственное желание, чтобы вернулась ко мне была и красота. Он бы, как увидел, так прям сразу бы упал в припадке эпилепсии передо мной вместе со своим запуганным свистком. Зато какое удовольствие получила бы я, девоньки, вы даже не представляете какое удовольствие. Это же был бы первый мужчина в моей жизни, который упал бы к моим ногам. Чудо не произошло. И мне ничего не оставалось сделать, как вырезать его пинком по временно нетрудоспособному достоинству. Мысленно, конечно, и подумала. Ну, сосед, ну, сосед, теперь берегись. Будет она моей улице праздник. Редактор субтитров праздник. Редактор субтитров